Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, что мне понравилось, ну так скажем, за весну, несмотря на то, что май продолжается и он фактически только начался. Я все равно считаю, что уже такой переходный период к лету, и у нас в Москве было очень жарко на днях, доходило до 27 градусов, для меня это просто... Я люблю такую жару, и она мне очень тяжко дается, но я не снимала, по-моему, зимой даже не снимала такие видео по поводу того, что мне понравилось, и я решила заснять и рассказать вам, и подготовила продукты, которые мне понравились именно за тот период, когда я не записывала такие видео, потому что мне на самом деле есть с чем с вами поделиться, и то, что мне понравилось, я хочу включить из продукты, которые прям вот на меня произвели какое-то нереальное такое впечатление, потому что я посоветую очень многих блогеров и очень многих инстагла... Инстаглам... Инстаграм блогеров смотрю за тем, что сейчас происходит в тенденциях с едой, и мне хотелось тоже об этом вам рассказать. Но спешу заметить, что, например, каких-то блогов туда, как вот я любила там раньше, давно еще давать ссылки, тут не будет, потому что я просто... именно вот я поняла в один прекрасный момент, что март, апрель, ну и даже февраль, я не успела посмотреть каких-то новых блогеров и открыть их для себя, и даже в кино я была и то один раз, и это был фильм «Три билборда на границе штата Миссури», и это было так давно, как мне казалось, мы пошли с друзьями в кино, вот, что мне на самом деле для лайков, для того, что мне понравилось, мне просто нечего рассказывать, ну в плане не то, что можно подрогать, а то, что можно посмотреть или прочитать. И, кстати, как бы это вот грустно мне казалось, я не могу вам порекомендовать ни одной книги, потому что я тупо не успеваю читать, мне приходится читать совершенно другой материал, и, к сожалению, на художественную литературу у меня вот, ну, абсолютно нет времени, и, к сожалению, это очень грустно, потому что я очень люблю читать, и у меня огромный список на прочитку всех книг есть, которые стоят в очереди, но я ничего не могу себе поделать, я надеюсь, что летом будет больше времени, хотя, вряд ли, что летом будет больше времени, я прям вот себя хорошо очень знаю. Поэтому я могу только рассказать то, что мне понравилось из косметики и немножечко из еды. Начнем, пожалуй, с косметики. Я недавно открыла для себя очень-очень крутое средство для лица. Это умывашка, как я называю, кто-то называет просто умывалка. В общем, я случайно пошла в магазин подружку, и мне понравилась только вот сама именно баночка, как она выглядит. Так как я очень люблю маркетинг, мне очень интересно то, как продукт делается, и как он стоит на витрине, и как он выглядит. А уже потом, уже вся вот эта вот начинка там, запахи и все остальное. Я, если честно, нигде больше не видела эту продукцию, ни в одном интернет-магазине. Ну, в общем, нигде, понимаете? И для меня это очень как бы странно так как бы говорить и рекомендовать вам, потому что я даже не могу оставить ссылку. Я знаю, что эти товары были в подружке, но они потом когда-то исчезли, и их нету, короче. Эти товары бесследно исчезли в подружке, то есть я покупала их по какой-то такой сумасшедшей акции, там, которая дешевле на 300 рублей, вот, но было дело, и если где-то вы вдруг найдете это средство, там, в каком-то интернет-магазине или просто офлайн-магазине, обязательно пишите, пожалуйста, мне ссылку, потому что я обязательно куплю эту пенку для умывания, потому что она очень крутая, и она мне очень понравилась. The Soft Snow Gel стоял в магазине как-то обособленно, то ли из-за того, что акция заканчивалась, его практически раскупили, то ли из-за того, что достаточно неброская формулировка. Но так как мне нравится все зимнее, и, конечно же, снег в названии меня очень сильно подкупил, обычно в магазине я при любой возможности все нюхаю и таким образом выбираю покупать мне эту продукцию или нет. Тут возможности понюхать не было, и дома я очень обрадовалась, потому что у данной умывалки действительно запах, как у снега. То ли розмарин так влияет, то ли еще какие-то прелести и всяких отдушек в составе этого продукта. Единственный минус, когда нажимаешь на адаптер, выскакивает слишком большое количество этого самого геля, и поэтому пшикать надо очень осторожно и мало, потому что сам по себе гель очень хорошо мылится, и из него получается такой большой воздушный шарик. Духи. В этом сезоне безумно понравились Барбери, Зе Бадди. И несмотря на то, что я начала их использовать еще когда на улице вообще-то лежал снег, духи очень теплых запахов, но вообще сами по себе они безумно-безумно клевые, и нет такой приторности, как от сладких запахов. И вот еще одна вещь, которая мне понравилась только по упаковке, это блеск для губ. Пахнут просто прекрасно. Называется Мини Доли. Изначально я хотела собрать всю коллекцию этих блесков, но потом поняла, что не все из этой коллекции, из этой линейки блесков, они прекрасны. К примеру, вот этот красный очень упрощает черты лица, и ты становишься похожим на бабу Зину из продуктового отдела. Но пахнут эти блески просто волшебно. Другой блеск был прозрачный, с блесками, и он вкусно пахнет яблоком. Тональниками я стараюсь пользоваться очень редко, при крайней необходимости. Maybelline 0,2 тон, слоновая кость. Я решила взять на пробу, и цвет такой не случайно, потому что я не загораю. И светлые тональники вообще моя тема. Для своих денег он неплохой. И также я решила попробовать и консилер, хотя мне он и не нужен, в принципе, потому что, ну, я очень редко когда не высыпаюсь, это нужно не спать сутками. И эта штучка, в принципе, она очень сильно выручает. И также решила взять от Maybelline, потому что по деньгам он был очень экономный. Оттенок также слоновая кость. Продукцию Сибири я также очень люблю. Решила в первый раз именно из бальзамов попробовать облепиховый. Кстати, после него волосы очень круто пахнут, и они очень мягкие становятся. Взяла именно вот такой вот маленький флакончик, только потому что брала на пробу. И как вы видите, он у меня уже почти закончился. Ну и гель для душа, он очень крутой. Запах манго с первого открытия флакона, который разлетается по всей вашей ванной комнате. Бренд этот Organic Shop, мой любимый косметический бренд. Теперь я хочу перепробовать все запахи, которые представлены в этой линейке. Новинка от Nivea. Ну и как новинка? Данная продукция появилась еще зимой, если я не ошибаюсь, но удалось мне попробовать и провести некий такой тест-драйв. Вот буквально недавно, потому что я заходила в магазин за всей продукцией. Новый Extra White Makeup Clear. Это пенка для умывания. Меня сразу же удивил цвет этой пенки, он был серебристым. И очень приятная косметическая одушка с запахом розы. Причем запах, знаете, такой прям очень насыщенный. И создается впечатление, что вы моете лицо не гелем, который превращается в пенку, а духами болгарской розы. Очень хорошо пенится, прекрасно удаляет макияж, после чего кожа аж скрипит. Можете сами попробовать. Его также можно использовать вместо маски для лица. Ну а теперь давайте перенесемся к вкусняшкам. И я покажу тоже те продукты, которые я для себя открыла, которые мне очень понравились. И потом, возможно, будем как-нибудь немножко с вами готовить. И я буду вам показывать, что я из них делаю. Вот, но для начала просто расскажу, что мне реально очень дико понравилось за весну 2018 года. И расскажу также сейчас, как я это употребляю и с чем. Что такое урбеч? В данный момент этот продукт набирает очень большую популярность из-за того, что в этом продукте очень много полезностей. Урба, как ее еще и называют, является национальным дагестанским продуктом. Его изготавливают из различных семян, перетирая его в подсушенном виде до однородного состояния. И за счет того, что выделяется из зерен масла, продукт превращается в пасту. Для перетирания применяют каменные жернова. И чуть позже, конечно, я покажу вам то, что я делаю из урбеча. И я очень сильно полюбила кокосовое молоко. И решила обычное коровье заменить именно кокосовым. Хотя бы на время. И знаете, реально очень вкусно. Я бы никогда в жизни не подумала, что это будет намного вкуснее, чем обычное коровье. Но, как говорится на любителя, и так может вполне спокойно получиться, что данное молоко вам не понравится. Но это просто мне с ним как бы так повезло, и мы нашли друг друга. И видео подошло к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я, мне кажется, поделилась максимально с тем, что мне действительно понравилось за весну этого года. Здесь нет каких-либо вещей, которые можно себя надеть. И я так подумала, вы знаете, что... Мне кажется, когда лайки или эти видео, которые понравились, да, там, вот именно реально души понравились за какой-либо период. Мне кажется, что стоит чередовать, например. Уверена, я прям вот реально убеждена, что нет таких людей, которые за какой-то либо определенный участок, отрезок времени, там, юзают просто все. И в кино успевают ходить, и то, и то, и то. Может быть, конечно, я не ошибаюсь, но у меня это бывает моментами. То есть я либо в какой-то период очень много смотрю фильмов, но не читаю книг, либо наоборот, либо вот как вот я сейчас весной просто повернулась на этим самым на еде, и на том, что как бы мы кушаем. Я не знаю, мне кажется, это очень правильно, когда ты за собой следишь, особенно за тем, как ты питаешься. Поэтому у меня так все периодами, и я, соответственно, периодами это вам здесь и рассказываю. На этом все, я вас всех очень люблю, всегда ваш огромный Наташа, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok